ВЫХОД В ЛЮДИ Надеюсь, что в этом году еще больше щедрости, еще больше радости мы сможем доставить друг другу. А с азартом торгуются те, кто приходят в гости? Я – да. Вы тоже принимаете участие? Да, да, я тоже принимаю участие. Откровенно говоря, у меня уже коллекция елок. С какого порога начинается цена на елки и кто этот порог устанавливает? Ну, мы считаем, не совсем корректно навязывать эту цену, но цена достаточно быстро поднимается где-то от 200 тысяч рублей и дальше все это продолжается и подбирается к уже шестизначным цифрам. Ирина, здравствуйте. А вы покупаете на аукционах госка елки? Вместе с девочками в складчину, да. Напрягаемся. Из последних сил берем одну елку. Сегодня готовы покупать? Посмотрим, напряжемся, благотворить святое дело. А девочки вы – это кто девочки? Девочки – это Мариана Сардарова, это Таня Ширкина, это Юлия Скворцова. Анастасия, здравствуйте. Вы собираетесь сегодня принимать участие в аукционе? Думаю, что да. Я бы хотела. А в какой максимальной сумме готовы расстаться? Это зависит от ситуации. Я точно буду участвовать, я точно буду стараться поднять цены как можно выше, потому что есть задача, как всегда на таких мероприятиях, купить дороже, потому что чем больше ты платишь, тем больше ты помогаешь фонду. Дмитрий, а вы собираетесь сегодня принимать участие в аукционе? Собираюсь, конечно. А какую самую большую сумму вы готовы потратить? Ой, я не знаю. Посмотрим, как будут торговаться и что будет продаваться. Вот Елка Ланджин очень красивая, поэтому, может быть, большую сумму потратил. Ну, посмотрим, да. Филипп, а вы собираетесь принимать участие в аукционе? Провокационный вопрос. Честно говоря, нет. Почему? Я вхожу в фонд правления, фонда помощи хосписом «Вера». Моя работа заключается в том, чтобы объяснять людям, что это такое. Дело в том, что у нас в стране есть чудовищный провал. У нас все знают, что благотворительность – это хорошо. Все помогают. Кому не обратись, все курируют детский дом, еще кого-то. Помогают и бездолиным. При этом в смысле хосписов народ не понимает, что это такое вообще. В Москве 7-8 хосписов, в Беларуси 200 с чем-то. Люди считают, что если человек умирает, то помогать ему не нужно, потому что он как бы обречен. Я занялся этим как журналист именно для того, чтобы как-то попытаться изменить общественное отношение к этому. Вот как бы моя работа здесь. Но если елки будут дешевые, я что-нибудь куплю. А дешевые сколько? Ну, до 100 тысяч рублей можем себе позволить. Торги начала вести Ингиборга Дабкунайте и, в общем-то, успешно продала две елки. Но на третье дело застопорилось. На сцену вышел Филипп Бахтин, но тоже не помогло. И вот в дело вступила Ксения Собчак, которая почти заставила одного из гостей, некого Беслана, купить елку за 8 тысяч евро. Ну что, 8 тысяч? Пожалуйста. Как вас зовут? Беслана. 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 Послушайте, ну, Беслана. 8 тысяч. Это нормальная цена для елки РМС. Но эту цену перебила Анастасия Чухрай. 10 тысяч евро раз, 10 тысяч евро два и 10 тысяч евро три. Ура! Настя Чухрай, владательница елки РМС. В общем, если бы не Ксения Собчак, так бы торговались новогодние елки с шагом в 200 евро при начальной цене в 2000. А так, Михаил Куснирович за 7 тысяч евро купил елку от Боско Кафе. Ирина Хакамада, как и обещала, вместе с Марианой Сардаровой приобрели в Сколочуну или нет за 9 тысяч евро елку от Этро. А вот Дмитрий Емпольский, которому так понравилось дерево от Ланжин, в торге за елку, свою табличку ни разу не поднял. Вот так прошел аукцион новогодних елок в Гуме. А в программе «Выход в люди» в ближайшее время вечеринка в честь выхода первого номера журнала интервью Алены Долецкой.